Аллаху Акбер, Аллаху Акбер, Аллаху Акбер Бисмилляхи Рахмани Рахим Канал «Россия-1» начинает праздничный репортаж, посвященный окончанию Великого Мусульманского Поста. Мы находимся в Московской соборной мечети, главной мечети страны. Открытая заново в прошлом году, эта мечеть – грандиозное культовое сооружение, выполненное согласно последним требованиям градостроительства и современной архитектуры. Это объект федерального значения, но его настоящее значение далеко уходит за пределы Москвы и Российской Федерации. Читаются суры, Коран и дуа, знаменующие начало праздника. М steат мне, свидетельствоCAR, Аллаху Акбер, Аллаху, Аллаху Акбер, Аллаху Акбер вуан Оба, Аллаху Акбер и Аллаху Акбер, Аллаху Акбер, Аллаху Акбер,. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Те, кто свято выполнял предписание своей религии, безусловно, удостоятся главного подарка, который их ждет по окончании земной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хвала Всевышнему Аллаху, который одарил нас бесчисленными благами этого священного месяца и своей бесконечной милостью в эти длинные и жаркие летние дни. Аллаху Тааля помог нам с терпением и истинной верой на Его великое вознаграждение выдержать пост, одно из главных поклонений и покорности нашему Господу. Мы исполнили предписанный пост, о котором сказано в Священном Куране Субтитры создавал DimaTorzok Так же, как Он был предписан тем, кто был до вас. Так вы будьте богобоязненны, сказал Аллаху Тааля. Да, искренне уверовав во Всевышнего Аллаха, Желая получить свою долю милости, щедрости, прощения с надеждой на награду Господа миров, В это благословенное время Рамадан каждый старался, не только воздержавшись в дневное время от пищи и питья, но даже от сквернословья, ругательных и обидных слов, не говоря уже о грубости, обмана, фитны, сиянии смуты, вражды, кровопролития и убийства. Но, к сожалению, много еще на земле и тех, кто даже в этот священный месяц не может усмирить себя, не может провести свой день без совершения зла и греха, без крови и разрушения, что категорически противоречит повелению Аллаха. Аллах сказал, Не сейте зла, не разрушайте землю после ее благоустройства, требует Аллаху Тааля. Аль-Хамдули-Ллях, хвала Всевышнему Аллаху. Миллионы и миллионы мусульман во всех концах земли, соблюдая пост, понимали, они соблюдали его по велению Аллаха. И пост сам является поклонением, и добрые слова, добрые дела, мольбы и молитвы являются поклонением. Чтение священного Кур'ана, прием пищи сухур и ифтар, ночной таровых намаз, выплаченный закат, выделенный в честь Рамадана садахат Аль-Фитр, все это является поклонением своему Творцу Аллаху. Молю Господа миров Всевышнего принять все благочестивые деяния наши и наградить нас прощением и обещанным раем. Молю Аллаха даровать нам мира, милости и благословения, сохранить и защитить нас от зла и греха, от соблазнов, зависти и амбиций, и направить нас по пути истины и счастья. Сердечно поздравляю всех моих братьев и сестер-единоверцев, всех россиян, граждан государств, которые смотрят нашу праздничную трансляцию и передаю молитвы и добрые пожелания по случаю нашего светлого праздника Ураза-Дайрам. Хочу поблагодарить Всероссийский государственный телевизионный канал «Россия-1» за любезное предоставление возможности показать наше праздничное богослужение Ураза-Байрам на всю Россию, в страны СНГ и на многие другие страны мира. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники, С завершением Великого поста и наступлением праздника Ураза-Байрам нас поздравил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Со словами благодарности передаю вам поздравления президента России. Поздравляю вас с наступлением праздника Ураза-Байрам и Дальфитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан. Российские мусульмане, опираясь на многовековые религиозные, исторические, культурные традиции широко отмечают этот светлый праздник как в своих общинах, так и в кругу родных и близких. В эти дни принято подводить итоги духовных обретений во время поста, проявлять внимание к тем, кто нуждается в помощи. Сегодня мы являемся свидетелями того, как полнокровно живет мусульманская умма России. Возводятся мечети, основана Булгарская Исламская Академия, создаются университеты и мадресе, совершенствуется организация исламского образования и паломничество мусульман к святым местам. Расширяется сотрудничество с муфтиятами стран СНГ и зарубежными единоверцами. Мусульманская община вносит весомый вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога, активно взаимодействует с государственными и общественными организациями в делах благотворительности и просвещения, воспитании подрастающего поколения. Такая плодотворная, многогранная деятельность получает поддержку всего общества, способствует сохранению гражданского мира и согласия в стране. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы искренне благодарим нашего президента за его поздравления, за его внимание, за его помощь, которая оказывается со стороны президента и его администрации, со стороны правительства. Мусульман России поздравил также председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемый муфтий, примите мои поздравления с праздником Уразабэра. Завершился месяц Рамадан, время духовного очищения и молитв, милости и прощения. И наступил один из главных мусульманских праздников, знаменующих окончание поста. В эти священные дни миллионы людей, исповедующих ислам, стремятся совершить как можно больше добрых дел, окружить близких заботой и вниманием. Сегодня Умма России многое делает для развития межконфессионального диалога, взаимодействие с государственными органами, укрепление межнационального согласия в стране. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются традиционные ценности ислама, культуры и образования, открываются вузы, возводятся новые мечети. Желаю вам и всем мусульманам России крепкого здоровья и всего наилучшего. Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев Дорогие братья, нас поздравил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Уважаемые муфти, сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-Байра. Мусульманская община Москвы вносит активный вклад в укрепление духовных и морально-нравственных основ нашего общества. Реализуемые мусульманскими религиозными организациями социально-благотворительные и культурные проекты способствуют утверждению межконфессионального мира и национального единства. Убежден, что совместная работа правительства Москвы и мусульманской общины города принесет благие плоды для нашей столицы и всех ее жителей. Желаю вам и всем мусульманам Москвы и России крепкого здоровья, процветания, успехов в добрых начинаниях. Мэр Сергей Семенович Собянин. Дорогие мои братья и сестры, очень много поздравлений мы получили от глав республик, от министерств и ведомств, от различных партий, общественных и религиозных организаций. Я хочу зачитать очень короткое только поздравление от имени всех глав республик и руководителей субъектов Российской Федерации поздравления президента республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова. Уважаемый Равин Хазрат, сердечно поздравляю вас, в вашем лице духовенства и всех мусульман России с наступлением у Роза-Байрам великого праздника, венчающего месяц Рамадан. Пусть светлый праздник Идальфитр войдет благодатью в дома всех правоверных мусульман, привнесет в наши сердца единодушную готовность к укреплению мира и согласия в нашей многонациональной стране и во всем мире. Мы искренне благодарим всех глав республик Северного Кавказа, всех руководителей субъектов, всех муфтиев стран Содружества Независимых Государств, всех наших партнеров международных мусульманских организаций, наших друзей, министров исламских дел и вакуфов арабских и мусульманских стран. Мы благодарим всех наших друзей, которые нас поздравили. И со своей стороны мы также молитвенно направляем наши поздравления и искренние пожелания мира, добра. Да будет наш праздник радостным для всех, и да будут приняты все наши благодеяния, и будет великая награда нашего Господа Всевышнего Аллаха Тагаля. Дорогие мои братья и сестры, выходя из дома, направляясь в мечети, мы с приподнятым настроением, чувством радости и чистоты, громогласно восхваляя нашего Создателя Всевышнего Аллаха, читали праздничный Тагбир. И мы, открывая нашу трансляцию, тоже так же все вместе читали Тагбир. Давайте еще раз во славу Всевышнего Аллаха повторим Тагбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Она читается. Очень важная часть Божественной Литургии, о чем сказал муфти Раэль Гайнудин Тагбир. Это многократное прославление милости и мудрости Аллаха. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Эти слова сакрального текста, безусловно, всем известны и понятны, даже без перевода, восславляется величие пророка. Нет Божества, кроме Аллаха. Аллах велик, и все восхваление Аллаху, так мы восхваляли нашего Господа Всевышнего Аллаха. В своей праздничной проповеди я хочу привести слова выдающегося нашего алима, богослова прошлого столетия, Муса Хазрата Джаруллах Бигиева. Он сказал, человек по собственной воле может голодать, не принимая вкусную пищу. И по собственной воле испытать жажду не пить в течение одного-двух дней. Но, когда такое состояние длится на протяжении 29-30 дней, то человек привыкает сдерживать свои страсти и пресекать желание наслаждения усилием воли. В такой ситуации человек становится хозяином своих желаний. Человек, который испытывал голод, привык своей волей воздерживаться от еды, а испытывая жажду воздерживаться от питья, конечно же, никогда не совершит запретных поступков измены мелочных хитростей. Капризы такого человека и порывы его плоти никогда не выйдут за границы чистоты и истины. Он всегда останется в границах дозволенного шариатом. Иными словами, преследуемое законами всех небесных божественных религий и благо достигается посредством поста. «Иуслиху лекум агмалекум, ва ягфир лекум зунубекум, исправиться для вас ваши дела и простятся вашей грехи», сказал Аллаху Та'аля. Действительно, сумев обуздать свои плотские желания на еду и питье, наслаждения, в течение целого месяца мы доказали, что мы в силах управлять ими, ведь духовное начало главенствует в нас над телесным. Мы осознали, что нельзя жить лишь ради удовлетворения своих желаний, а, оказывается, можно жить ради получения удовольствий не от материальных ценностей, а от духовного очищения и самосовершенствования. И мы поняли, что настоящую радость могут доставлять не развлечения, а служения людям и оказания помощи нуждающимся. Дорогие братья и сестры, в священном Куране, в сура Аль-Агаля приводятся такие аяты. «Кад афляха мэн тазакка вазакарас мэраббихи фасолля» «Преуспел тот, кто очистился, поминая имя Господа своего и молился». А в суре «Ан-Нахль» Всевышний Аллах приводит нам такой назидательный пример. «Когда-то существовало одно селение. Жизнь там протекала в спокойствии и безопасности. Люди, живущие там, не имели ни врагов, ни угроз. Всевышний даровал им хорошую землю, урожай и доход, благополучие и изобилие со всех сторон. И они жили в свое удовольствие. Но селение это проявило неблагодарность к благам Аллаха. Они посчитали эти блага не как дар Божий, а думали, что так и должно быть всегда. И само собой, Аллах им должен давать всегда. Люди забыли благодарить своего Господа за его щедрость и доброту. Тогда Всевышний Аллах заставил их почувствовать вкус голода и страха, потерь и унижения. И не только отдельные люди, а все люди этого селения почувствовали и голод, и холод, и обнищание. Все это было за их неблагодарность, за их гордыню, за их высокомерие, за их беспечность, за то, что они творили на земле. Этот пример Аллаха созвучно и другим аятам Кур'ана. «Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид». Аллах Тааля сказал, «Если вы будете довольны тем, что вам даруются и будете благодарны, тогда я умножу вам свою милость и добро, а если вы будете недовольны и неблагодарны, тогда мое наказание будет суровым». Дорогие братья, из этих аятов что мы должны понять? О чем эти два понятия нам объясняют? Первое безопасность, достаток, изобилие, второе страх, голод, лишение, потери. Первое означает благодарность, второе означает неблагодарность. Неблагодарность благам Аллаха приводит не только к лишениям, а из-за того, что близок к куфру, неверью, приводит к суровому наказанию в судный день. Неблагодарность благам Аллаха это состояние, когда забываешь о своем Создателе, о том, кто дает тебе здоровье, силы, пищу, богатство, успех, счастье. Неблагодарность это то, что ты перестаешь воспринимать все, что дает Аллах. И думаешь, что так и должно быть, все приписываешь себе, стараешься бегать за многим, за большим, заботишься о приросте своих материальных благ и хочешь их постоянного увеличения и умножения. Неблагодарность это, когда ты перестаешь чувствовать того, что дает тебе Аллаху Тагаля, что есть у тебя. Это когда человек теряет грань между разрешенным и запрещенным, между халяль и харам. Для мусульманина важно, чтобы вот таких порицаемых Аллахом отрицательных качеств не было у него в характере, в душе. Их не было и у сподвижников асхабов и у помощников ансаров нашего пророка саллиллаху алейху ассалям. Расулллах саллиллаху алейху ассалям призывал беречь свою душу от озлобленности, которая гасит свет веры и порождает самодовольство, высокомерие и чувство своей исключительности. Асхабы и ансары первые мусульмане сподвижники пророка разве сумели бы донести до сердец целых народов, которые были далеки от веры во Всевышнего в его учения в священный Куран и сунну пророка Мухаммада саллиллаху алейху ассалям. Сам Господь миров Аллах аля раскрывает секрет успеха пророческого призыва. Фабима рахматим мин Аллах линта лахум валяук кунта фазан гализа лкальб ланфадзу мин хаулик Аллах та аля говорит по милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Будь ты грубым и жестокосердечным, они непременно покинули бы тебя. Верующий человек, если сталкивается с невежеством, горделивостью, амбициозностью и грубостью, так же, как и пророк и его сподвижники, должен их побеждать терпением и добрым наставлением. биль хикмати валь мауғизат иль хасана. Хазраты Абу Бакр ас-сиддық рады Аллаху гангу, да будет доволен им Аллах, в своей проповеди насчет неблагодарности говорил, очень внимательно слушайте, дорогие мои братья, это касается всех нас. приведут человека, которого Аллах наделил многим, дал удел, положение, богатство и здоровье, но тот проявил неблагодарность к благам своего Господа. Его поставят перед Аллахом и ему будет сказано, что ты сделал для этого дня, что ты приготовил для себя. И этот человек поймет, что ничего для своей вечной жизни и не успел сделать, а занимался своими земными делами. Он начнет рыдать, его слезы будут литься по щекам, пока эти слезы не закончатся. потом он будет пристыжен и унижен за то, что утратил покорность своему Создателю Аллаху и забыл о шукре, о благодарности ему. Тогда из его глаз потекут слезы с кровью и он будет плакать кровью. Его позор и унижение продолжатся до тех пор, пока он не взмолится. О Аллах, о Господь мой, отправь меня в ад и освободи меня от этого состояния позора и унижения будет просить этот грешник. Дорогие братья и сестры, это был пример состояния души человека в судный день, который рассказал хазраты Абу-Бакр ради Аллаху Ганху. Если даст Аллах свою милость и милосердие, после очищения огнем, после мук ада, Аллах может даровать своему рабу прощение. Поэтому этот человек и молит своего Создателя поскорее отправлять его в ад, чтобы очиститься. Не дай Аллах никому из нас попасть в ад для очищения. А мы могли очиститься на этом свете благодаря исполнению предписанного поста, нашим благодеяниям, молитвам и благодарности Всевышнему Аллаху. Хочу напомнить слова Всевышнего Аллаха, которые приведены в хадисе Кудси. Аллах сказал, «О сын, дочь Адама, о человек, если ты встретишь утро нового дня в телесном здравии, и ты здоров, со спокойной душой, сердцем, с ощущением безопасности за себя и своих близких, и у тебя есть пропитание хотя бы на один день, то можешь отбросить дюнья, хлопоты земной жизни и не бояться ничего». О чем говорит этот хадис Кудси? Говорит о том, что не стоит отвлекаться на неважное, никчемное, ненужные, мирские, земные переживания, тревоги и волнения. Необходимо ценить каждой дарованный Господом Всевышним наш день, с благодарностью принимать все дары, которые Он нам дает. Нужно не забывать о том, что мы пришли на этот земной мир на время и наше возвращение к Нему. Поэтому не должны откладывать совершение своих обязанностей перед Господом и должны творить добро. Быть благодарным на малое и знать, что за благодарность дается великое вознаграждение. В завершении своей проповеди я хочу напомнить вам, дорогие мои братья и сестры, хадис нашего святого пророка Мухаммада Мустафа салли Аллаху алейхи вассалям. Однажды пророк алейхи салям обратился к своей уме. Сказал пообещайте мне выполнить шесть вещей, чтобы я смог просить у Аллаха для вас рай. Дорогие братья и сестры, вы знаете, о чем спросил наш пророк? Что это за шесть вещей, за которые наш пророк Мухаммад салли аллаху алейхи вассалям может просить у Аллаха для нас рай? Вы знаете, пророк сказал первое говорить только правду, второе держать свое слово выполнять данное обещание, третье отдавать долг, долг означает не только материальное, долг означает и духовное, долг перед Аллахом, долг перед человечеством, долг перед семьей, долг перед друзьями, долг перед детьми, долг за свою жизнь, за то, что Аллах даровал тебе, поэтому пророк салли Аллаху алейху ассалям сказал отдавать долг, четвертое, жить в благочестии, пятое, защищать свой взор, свой навс от греховного, шестое, не приближаться к запретному, стремиться и довольствоваться дозволенным халяль и остерегаться от недозволенного харам. Передал от нашего пророка этот хадис хазраты имам Ахмад да будет доволен им Аллах. Мэн саама рамадана имэнан ухтисабан гуфир лэхум атакаддам мин земби и кто с искренней верой, надеждой на милость Аллаха и его прощение соблюдал пост рамадана тому прощаются прежние грехи сказал пророк Мухаммад салли Аллаху алейху ассалям и да примет Аллах наш пост фитра фидия закат таровихи и всех благодеяний и да хранит и бережет нас от бед несчастья и горестей и да защитит нас от огня ада и удостоит нас садами рая и да дарует нам здоровье успеха счастья благоденствия дорогие мои братья и сестры приближается время праздничного намаза десятки и десятки тысяч наших братьев стоят сейчас на улицах Москвы правительство Москвы хотя и выделило несколько специализированных мест для совершения молитв наших праздничных намазов кроме наших мечетей но все равно мест не хватает и наши мусульмане они остаются на улице и я сейчас и вас и тех кто на улице призываю вставать на намаз и равнять ваши ряды и да примет Аллаху Табарака Ватагаля наш праздничный намаз Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар После таких проникновенных слов произнесенных нашим муфтием мудрого назидания важно сделать нужные и правильные выводы и применить их в нашей земной жизни это будет примером праведного поведения верующего человека начинается праздничная молитва произносится слова онияту намерение провести и осуществить намаз Аллаху Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар 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 Аллаху Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Муфти Раэль Гайнудин прощается с священным месяцем Рамадан. Он увидит все постящиеся результаты и итог 30-дневного поста, говорит Муфти. Сегодня мы вновь увидели своими глазами, как Москва, столица многонациональной России, отмечает этот великий мусульманский праздник. Муфти Раэль Гайнудин прощается великий мусульманский праздник. И крупные бизнесмены, всех их объединяет веру во Всевышний Аллах и желание вместе совершить праздничный намаз. Муфти Раэль Гайнудин прощается великий мусульманский праздник. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ла Илляха, Илля Аллаху, Аллаху Акбар! Итак, мы завершаем наш репортаж из Московской соборной мечети, организованный каналом «Россия-1». Еще раз с праздником и до новых встреч в Московской соборной мечети. С вами на праздничном богослужении участвовал прихожанин Московской соборной мечети Фарид Асадуллин. Ассаляму алейкум, арахмату алейкум, 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 алейкум. Акбар! Субтитры создавал DimaTorzok